всем привет ребята вот только недавно мы выпустили наш ролик по поводу разбора геометрии первой части пробника ОГЭ и вы нас завалили вопросами пожеланиями где вторая часть мы спешим разобрать вторую часть вот этого пробника ОГЭ геометрия номер 23 и 24 а по номеру 25 сделаем маленький ролик чтобы посмотрели вы именно те кому это будет полезно ну что ребят готовы подключайтесь начинаем решать ну что можно сказать составители нас не удивили эта задача кочуют из варианта в вариант эта задача про кривую трапецию если вы начнете строить вот такую вот трапецию с боковой стороной АБ у которой вот такие вот углы то получится какая-то странность вот стандартная трапеция у нас как выглядит как-то вот так вы ее обычно называете АБЦД ну да действительно надо найти боковую сторону АБ это будет Х но тут какая-то странность как это угол АБЦ равен 30 градусам тут он у нас вроде как тупой и угол ВЦД равен 120 ну вот тут похоже на правду и мы получается начинаем как-то переставлять эти буквы но у нас все равно ничего не клеится ребят напоминаю что трапеция это четырехугольник у которого две стороны параллельно две другие нет поэтому она может быть не вот такой как юбка она может быть вот такой вот без проблем это тоже будет трапеция у нее две стороны параллельные а две другие нет и вот сейчас все будет выполняться АБЦД здесь угол вот этот ВЦД равен 120 градусов угол АБЦ вот это уже похоже на правду 30 градусов и сторона АЦД боковая 25 и мы хотим найти чему равно АБ то есть этот чертеж здесь не подходит надо нарисовать вот такую вот кривую трапецию ну поехали разбираться как мы обычно действуем в трапециях проводим высоты да в любой непонятной ситуации проводи две высоты а там будет видно поэтому я проведу высоту раз пускай будет CH и продолжение стороны АД потому что я хочу провести высоту из вершинки Б это будет выглядеть вот как-то так не бойтесь продлевать сторону если вдруг у вас тут ее не хватает для проведения высоты ну и теперь разбираемся с одним треугольником потому что здесь мы больше всего знаем мы знаем и угол и сторону отсюда можно будет найти высоту CH а так как у нас трапеции две высоты равны то мы автоматически знаем CH будем знать и высоту БК и потом залезем вот в этот треугольничек КБА и зная уже высоту и наверное угол мы сможем посчитать чему будет равен Х вот такой план действий ну поехали вот этот треугольник давайте разбираться у него 90 градусов здесь угол 120 давайте попробуем найти именно углы треугольника есть два способа либо вы знаете что углы при основании вот при боковой стороне основание параллельны при боковой стороне вот эти вот углы являются односторонними значит их сумма должна давать 180 градусов если здесь 120 то вот этому углу надо быть 60 или если вдруг это правило забыли в основном это правило забывают то высота она перпендикуляр и к верхнему основанию и к нижнему поэтому здесь посмотрите вот глазами вот этот угол 90 а весь целиком был 120 значит вот этот кусок этот угол будет равен 30 градусам ну вот все сходится любым методом вы определите углы этого треугольника ну и теперь давайте разбираться как зная CD и вот эти вот углы найти CH первое что бросается в глаза это угол 30 градусов вы знаете что напротив угла в 30 градусов лежит катет равной половине гипотенузы я думаю что вы именно так будете рассуждать поэтому если здесь 25 то эта сторона будет 25 вторых и дальше наша любимая теорема пифагора мы сможем найти CH c квадрат минус b квадрат посчитаем и будет у нас CH давайте это сейчас запишем CH квадрат равно 25 в квадрате минус 25 в квадрате делить на 2 в квадрате то есть я возвела в квадрат вот эту дробь 25 вторых квадрате значит 25 квадрат делить на 2 квадрат теперь это посчитаем так как мне лень считать единственное что я хочу посчитать это вот 2 в квадрате то я запишу давайте наверно сразу тут напишу четверочку и приведу это дело к общему знаменателю у меня получится 25 в квадрате умножить на 4 минус 25 в квадрате делить на 4 вот мы привели к общему знаменателю дальше можно в числителе вынести общий множитель это 25 у нас получится 25 в квадрате 4 минус 1 делить на 4 и теперь 4 минус 1 троечка и нам чтобы найти CH надо достать корень из этого выражения 25 в квадрате корень достается CH равно просто 25 корень квадрата другого уберут и четверки корень тоже можно легко достать это 2 ну а из тройки 4 минус 1 из тройка корень достать не получится поэтому пишем 25 корней из трех делить на 2 все это наша CH вот такая она получилась ну не очень красивая ну да ладно кстати как можно было бы по-другому найти CH можно было бы вспомнить соотношение в прямоугольном треугольнике вот у вас известно угол и гипотенуза а вы хотите прилежащий катет можно было бы расписать косинус 30 градусов это было бы CH делить на 25 косинус 30 посмотреть таблицы в справочных материалах корень из 3 на 2 и оттуда выразить чему равно CH но я думаю что всем более привычно вот именно таким способом решать теперь зная CH мы переходим на треугольник bkbk такой же как CH поэтому здесь 25 корней из 3 делить на 2 давайте разбираться что мы понимаем про этот треугольник ну да он прямоугольный может быть какие-то углы и опять я вам напоминаю что высота она перпендикуляр и к верхнему основанию к нижнему поэтому здесь тоже будут углы 90 градусов на обе стороны и вот у вас ситуация такая вот так это выглядит и здесь вот идет у нас угол 30 градусов а все вместе это 90 тогда мы без проблем посчитаем чему равен вот этот уголок от 90 отнимаем 30 получаем 60 вот этот уголок кусочек его будет 60 60 градусов значит второй угол этого треугольника будет равен 30 градусов 30 и теперь опять же напротив угла в 30 градусов лежит катет равны половине гипотенузы здесь еще легче значит если здесь 25 корней 3 9 на 2 то здесь два раза больше и b а равно 25 корней из 3 делить на 2 умножаем на 2 двойки сокращаются мы получаем ответ 25 корней из 3 все это будет наша сторона б а которую просили найти в задаче вот такая стандартная задача запоминать как она решается потому что вполне может попасть и вам и на реальном экзамене а задача 24 вы заданы на ты не все так номер 24 многие пропускают не решают потому что задача на доказательство всем кажется какой-то вау супер сложной на самом деле она даже бывает полегче чем задача номер 23 самое сложное это разобраться что вам дано нарисовать это и правильно определить что вы там будете доказывать потому что описываю обычно это словами хотя в этой задаче вам написали конкретно да докажите что а n бисектриса угла б а д ну давайте попробуем нарисовать у нас сторона cd параллограмма b cd то есть очевидно что на построить параллограмм вот как-то тогда он строится а b cd сейчас я называю вопросы на автомате сейчас разберусь правильно ли я сделал чертеж и у нас известно что cd вдвое больше стороны а.д. вот ребята многие прочитают задачу нарисуют как-то тяп-ляп и потом если даже по условию картинка не соответствует они говорят ну ладно оставлю как есть нет так дело не пойдет надо перерисовать чтобы у нас было соответствие убрать это чертеж тогда ему надо быть этому параллограмму каким-то ну вот таким вот давайте поровнее чуть-чуть каким-то вот таким а b c d и вот у меня в принципе похоже что сторона а.д. точнее cd вдвое больше чем сторона а.д. а как-то перенести на чертеж вот эта информация что одно больше другого в два раза вдвое больше если вы просто будете держать в голове этого никак не поможет при решении задачи давайте как-то перенесем это на x и всегда говорю вот все эти соотношения переносите иксами это будет x а это будет 2x согласны вот cd вдвое больше чем а.д. ну все шикарно теперь n середина cd где-то здесь середина покажем это то есть теперь мы сразу понимаем что вот этот кусок будет x и вот этот кусок будет x раз все вместе было 2x и а.н. бисектриса проводим тогда а.н. вот и вот как понять что это бисектриса надо чтобы она делила угол из которого она выходит пополам то есть если я докажу что это равно этому то все круто задача решена давайте разбираться что мы видим треугольник а.н.д. вообще-то он равнобедренный видите x и x значит уже точно этот угол этот угол будут одинаковыми так и пишите да рассмотрим треугольник у него стороны равны значит он равнобедренный углы равны а дальше вспоминаем что у параллелограмма противоположные стороны параллельны поэтому если взять секущую а.н. то накрест лежащие углы должны быть равны то есть вот этот уголок будет равен вот этому уголку то есть первый и второй равны потому что это углы равнобедренного треугольника а второй и третий равны потому что это накрест лежащие при вот этих параллельных и в итоге вы получаете 1 равно 2 2 равно 3 значит 1 равно 3 1 равно 3 а это и обозначает что перед вами бисектриса потому что она поделила угол пополам первый и третий углы одинаковые все задача решена мы все доказали ну вот мы разобрали задачи по геометрии второй части ага это номер 23 и 24 надеюсь они не показались вам каким-то какими-то супер сложными неподъемными на которых можно просто сразу ставить крест я думаю что если вы видео посмотрели внимательно все стало предельно понятно ребят если есть какие-то вопросы пожелания пишите об этом в комментариях я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы и снимать видео по вашим пожеланиям ставьте лайк подписывайтесь на канал и приходите на наши уроки всем пока